Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. И сегодня я поэтому хочу поговорить о творчестве с Богом. Скажи, творчество с Богом. Творчество. Что такое слово творчество, да? Слово творить. И слово творить, оно происходит от слова творец. Наш Бог, Он творец. Аминь. Сколько Он всего натворил, да? Посмотри только. Приезжаешь туда, смотришь там такое-то, в другое месте другое, в третьем месте третье. Поэтому действительно Бог, Он настолько творческая личность. Это творчество, оно такое многообразное, оно такое прекрасное, оно такое, знаете, неповторимое. Вот творчество означает творить что-то новое, делать что-то новое. И поэтому, когда Бог сказал, я создам человека по образу своему, подобию своему, это означает, что мы все должны быть творческими, друзья. Все. Иногда мы говорим, ну, я-то не творческая личность. Вот это творческая личность, она типа странная такая. Мы иногда думаем, что творческие люди, они такие странноватые немножко, да? Потому что они как бы не от мира сего, там они что-то творят, они где-то летают там в облаках, они что-то там придумывают. Знаете, я хочу сказать, что Бог хочет, чтобы все были творческими. Аминь. Потому что если Бог в нас, Его творчество в нас, Его природа в нас. Аминь. И творить, это означает прославлять творчеством своего Творца. Поэтому Бог желает, чтобы мы действительно стали творческими. Творческими. То есть это творчество способно сделать что-то новое, что-то интересное, что-то удивительное. Творчество, оно всегда приводит к развитию. Правда? Оно помогает развиваться. И творчество, это не только рисовать картины. Это, конечно, тоже. Мы иногда считаем творчество, знаете, некоторый такой стандарт творчества. Но это кто? Творческие люди. Там музыканты, поэты, художники. Кто еще у нас творческие люди? Тихо. А? Одним словом артисты. Ну ты и артист, да? Вот одним словом они артисты. Но знаете, творческие люди, это люди, которые творят. Поэтому это могут быть ученые. Аминь. Это могут быть изобретатели. Это даже могут быть, жены, творческие, которые готовят пищу. Представляете, жена готовит 10 лет одно и то же блюдо. Никаких изменений. Никаких дополнений. Каждый раз 10 лет одно и то же. Как тебе эта пища потом? Вы же на нее смотреть не могу, да? А когда она что-то добавила, что-то приправила, что-то сделала, и все это уже по-другому. Понимаете, творчество, оно везде благословляет. Аминь. Творчество, оно нас радует, оно нас вдохновляет. Поэтому Бог желает, чтобы каждый из нас раскрылся. Раскрыл тот Божий потенциал, творческий потенциал, который есть в каждом человеке. Поэтому творчество – это многообразие. И поэтому я буду сегодня говорить о творчестве вместе с Богом. И Бог желает, чтобы каждый его ребенок, он действительно не сказал о себе, что у меня нет никакого творческого, никаких способностей творческих. У нас есть творческие способности. Аллилуйя. И напоминая, что Бог, когда творил, да, Он делал оценку своего творения. Говорил, это я хорошо сделал, это я хорошо сделал. А потом, когда Он создал человека, Он сказал, это я весьма хорошо сделал. Представляешь, как Бог вообще делал, и когда Он делал, Он только очень хорошо делал. Поэтому Бог ожидает, что творчество – это когда ты хорошо что-то делаешь. Аминь. Это не творчество, когда тяп-ляп, лишь бы как там, никому не нужно, невкусно, неинтересно, скучно. Нет. Творчество, оно как раз таки и дает радость, дает вдохновение. Конечно, есть творчество, которое приносит депрессию, но мы не об этом творчестве говорим. Не творчество, которое освобождает страхи, неверие, фильмы какие-то страшные. Это не то творчество, это демоническое творчество. Но творчество, которое приходит от Бога, оно несет самого Бога. Оно прославляет самого Бога, прославляет самого Творца. Хочу прочитать вместе с вами из книги Откровений, 21 глава. Здесь так Иоанн написывает. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И сказал сидящий на престоле, все творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова эти истины и верны. Аминь. Что? Что увидел Иоанн? Что он увидел? Он увидел город. Да? Но какой город? Совершенно по-новому он увидел этот город, потому что этот город пришел с неба. Он жил в Иерусалиме много лет. Что, говорит, я его не знаю, этого города? Что я там не видел? Но ты знаешь, когда Бог что-то открывает для тебя, ты начинаешь по-новому видеть даже свой город, даже людей, которых ты, может быть, видел много раз. Но когда Бог приходит и открывает тебя, ты говоришь, о, я раньше этого не видел. Я раньше этого не замечал. Поэтому творчество, да, это способность видеть по-новому. Аминь. Способность видеть по-новому. И когда эта способность есть в церкви, тогда церковь очень интересное место. Аминь. Очень радостное место. Очень творческое место. Смотрите, что он здесь говорит. Я увидел новый, сходящий от Бога. С неба. Понимаете, о каком творчестве я говорю? Творчество, которое приходит от Бога с неба. Приготовленное, как невеста, украшенное для мужа своего. Это прекрасное творчество, которое приносит радость, которое приносит веру, которое вдохновляет тебя идти за Богом. Аминь. И это творчество должно проявляться в разных, в разных, в разных направлениях нашей жизни. Аминь. Не только когда мы творчески здесь поем или творчески проповедуем. Но, знаете, я верю, что многие люди могут делать какие-то творческие поделки. И эти творческие поделки могут кого-то благословлять. Они даже могут нести какое-то пророческое назначение. Аминь. Вот мы всегда стараемся делать какие-то новые декорации, что-то вот такое новое, да? И это тоже творчество от Бога. Аминь. Я хочу просто сказать многим людям, которые ограничивают себя и говорят, ну, у меня ничего не получается, я не творческий человек. Нет. Если ты от Бога, значит, ты творческий. Если ты образ и подобие Бога, значит, ты творческая личность. Он Бог-творец. Посмотри, сколько Бог всего натворил. И как оно красиво, да? И как оно прекрасно, и как оно интересно, и как оно не надоедает. Разве надоедает тебе смотреть на небо, на горы, на звезды, на леса? Надоедает ли тебе эта картина? Нет. Потому что каждый раз ты видишь что-то новое. Вот и здесь Бог говорит, когда открывается твое творческое зрение, творческое понимание, ты начинаешь по-новому видеть. По-новому видеть себя, по-новому видеть свою семью, по-новому видеть свое служение. Аминь. Понимаете, если, например, ячейка, она проходит одинаково, все как было. Делай раз, делай два, делай три, десять лет без всяких перемен, все одно и то же. Конечно, там будет скучно и будет неинтересно. Но если там приходит, туда приходит творчество, Святой Дух, она становится совершенно другой. Она становится совершенно интересной, увлекательной. Аминь. Вы знаете, вот дьявол, он всегда хочет сделать церковь таким местом скучным. Многие люди, они так и думают, что такое церковь. Ну там бабки да детки в черных платках ходят, сидят там, заунывные песни поют. Да, вот такой образ всегда. Что там интересного? Там неинтересно, там скучно. Но ты знаешь, если мы смотрим на Бога, мы понимаем, какой Бог интересный. Какой он увлекательный, какой он разнообразный. И поэтому вот это великолепие должно прийти в церковь. Через тебя, через меня. Вот это творчество. Не то творчество, которое людей унижает, оскорбляет. Да, это не творчество. Но творчество, которое прославляет Творца, которое прославляет Бога. Аминь. И это творчество, оно может быть очень и очень разнообразным. Поэтому, когда ты встречаешься с Богом, это твоя молитвенная жизнь. Вы знаете, я вижу, что многие люди, почему они не молятся, почему они не читают Библию? Они говорят, это скучно. Это неинтересно. Потому что ты не видишь в этом элементов творчества. Если твоя молитва, она творческая, ты каждый раз что-то видишь по-новому. У тебя происходят какие-то новые откровения с Богом, переживания. Аминь. Ты читаешь Библию по-другому. Это книга, которая полна картин, образов, историй. И тебе интересно. Но когда ты не включаешь свою творческую ипостась, так сказать, тогда все сухо, скучно, серо, неинтересно. Я уже видел, я уже слышал. О, я зеваю от скуки. Нет. Это совсем не так. Поэтому, конечно, задача врага, чтобы это было скучно. Чтобы сказать, нет, я лучше пойду в кино, чем в церковь. О, я лучше телевизор посмотрю, там и то будет поинтереснее. Но понимаешь, что Бог хочет, чтобы творчество, которое Он вложил в свою церковь, в своих детей, чтобы это творчество делало церковь совершенно иной. Чтобы действительно она представляла Бога. Потому что вряд ли можно найти кого более интересного, чем Бог. Вряд ли можно найти более того, кто творит все новое. Только Бог, Он говорит, я творю все новое. Все новое. И когда у тебя есть с Богом такие творческие отношения, то в этих отношениях ты наполняешься новыми идеями, новыми представлениями, новыми переживаниями. Почему Он говорит, что новый елей? Он не говорит, старый елей, новый елей. Он говорит, новое вино. Потому что вот эта способность меняться, развиваться, это все связано с творчеством. Творчество не может застыть, тогда это не творчество. Понимаете? Религия, она застывает во что-то одно, и людям уже неинтересно. Но Бог, Он не такой. Он противоположен религии. Аминь. Бог очень интересный, очень увлекательный. Поэтому Бог хочет, чтобы ты получил откровение, что у тебя есть творческая сущность. Потому что ты родился от Бога Творца. Для того, чтобы здесь творить. Не просто там делать дела Иисуса. Да, делать дела, это означает творить. Творить, создавать что-то новое, что-то необычное. Ведь когда Иисус пришел на землю, Он был очень необычным человеком. Он был творческим. Он даже за исцеление молился по-разному. То плевал, то делал грязь. То говорил, встань, то говорил, иди. То говорил, то, то. Почему? Он не хотел, чтобы люди привыкли к чему-то одному. Вы знаете, мы такие люди, мы не хотим думать обычно. Мы хотим принимать готовые решения, готовые советы. Но Бог говорит, ты должен искать. Он говорит, почему? Он говорит, просите, ищите, стучите, чтобы в тебе развивалось вот это творческое начало. Ну, знаете, как мы привыкли иногда, как в школе. Ты не знаешь ответа, думаешь, у кого бы списать? У кого бы списать, да? И вот многие так и списывали всю школу. Потом учительница их читает, говорит, ага, опять вы у этого списали? Да нет, я не списывал. Да как же не списывал? У вас одни и те же ошибки. И мы привыкаем вот к тому, что нам не надо развиваться, что нам не надо думать. Мы все хотим получить готовые ответы, готовые советы. Делай раз, делай два, делай три. И все у тебя получается. Нет. Знаете, недавно слышал, один пастор свидетельствовал о себе и говорил. Говорит, однажды у меня болела голова очень сильно. Очень сильно. И Бог мне сказал, семь раз подпрыгни. Ну, удивительно, да? Подпрыгни семь раз. И говорит, я вот прыгаю, прыгаю, прыгаю. Подпрыгнул седьмой раз. И что? И исцелился. Потом у меня опять заболела голова. Что я стал делать? Отгадайте, он говорит. Я стал прыгать. Я же прыгаю семь, семнадцать, двадцать семь, сорок семь, пятьдесят семь. Уже сил нету, голова еще больше болит. И Бог мне говорит, а я разве сейчас сказал тебе прыгать? Ну как, в тот раз же я прыгал, и мне помогло. Понимаете, творчество, оно даже верить должно быть. Мы так привыкаем к одному и тому же. Говорим, ну тогда же сработало. Ну тогда я тебе сказал. Аминь. Поймите, что говорит нам Слово Божье. Вера приходит от чего? Слышание чего? Слово Божьего. А в оригинале написано от Рема. Да, вера от чего приходит? От слышания Ремы. Рема – это конкретное слово в твою ситуацию. Слово – это логос, это все Слово Божье. Но тебе же не нужно все Слово Божье, когда у тебя болит голова. Тебе нужна конкретная Рема. Подпрыгни семь раз. Аминь. Она приходит от чего? От слышания. Слышание. Слышание – это глагол незавершенного действия. Слышание. Ты скажешь, ну мне десять лет назад помогло, наверное, и всегда будет помогать. Нет. Вера приходит не от того, что ты слышал десять лет назад. Вера приходит от того, что ты сейчас услышишь от Бога. Аминь. Бог, Он говорит, я творю все новое. Я творческая личность. Вы знаете, потому что мы так привыкаем все копировать. Кто-то свидетельство рассказал. Вот мне там помогло то-то и то-то. Я сделал так-то и так-то. И мой муж покаялся и пришел в церковь. О, все. Я сейчас тоже так сделаю. Так, значит, как ты сделала там, Мария Ивановна? Я запишу сейчас, дай-ка, дай-ка, по пунктикам. Так, значит, так. Раз, два, раз, три, раз, четыре, раз, пять. Хорошо. Хорошо. Она делает, и у нее ничего не получается. Почему? Потому что это было для Марии Ивановны слово. Аминь. Это было ее Рема. Мы должны искать Бога, друзья. Проводить с Ним время. И когда ты с Ним встречаешься, Бог дает тебе творческое понимание. Как это будет для тебя? Как это будет для твоей семьи? Как это будет для твоего служения? Как это будет для твоей ячейки? Аминь. Поэтому есть какие-то принципы, да? Есть принципы. Но вещи, которые приходят от Бога, это Рема. Поэтому вера сама, это творческое понимание. Вот как люди творческие получают какой-то образ, картину, идею, книгу, изобретение. Правда? Ведь они делают то, чего не было. Вот мы сейчас пользуемся научными достижениями. У нас и компьютеры, и телевизоры, и телефоны. А ведь когда-то этого не было. Откуда кто узнал, что есть телефон? Откуда кто узнал, что есть телевизор или компьютер? Откуда? Это было новое. Аминь. Творчество, способность творить что-то новое. И Он говорит, я творю все новое. Понимаете? Поэтому если церковь, она будет идти с Богом, она будет двигаться в творчестве, она станет передовой. Аллилуйя. Она не будет местом где-то там, на отшибе, на краю, какое-то неинтересное, забытое, скучное, серое. Нет. Бог именно и хочет, чтобы эта церковь в столбе утверждения истины. Бог хочет, чтобы здесь действительно Царствие Божье, оно сияло в этом мире. Правда? Он хочет, чтобы вы как звезды сияли. Как звезды. Зачем звезды сияют? Как та звезда, которая привела к Иисусу. Аминь. Чтобы через тебя Бог приводил людей к Иисусу, чтобы они видели, что да, это другая жизнь. Это не просто какая-то сухая, на сухарях, скучная, убогая жизнь. Нет. Это потрясающая жизнь. Это жизнь творческая. Поэтому Бог хочет, чтобы творчество, оно вернулось в церковь. Чтобы церковь пробудилась для творчества. Аминь. Ведь откровение – это и есть творчество. Почему Давид так говорил? Я ценю твои откровения больше золота, больше того, больше того. Потому что откровение – это творческое понимание. Ты по-другому читаешь Библию. Аминь. Не просто ты одно и то же читаешь, думаешь про другое, видишь третье. Так ничего не получится. Или молитва. Почему многие люди спят на молитве? Или не хотят молиться, потому что они не пережили вот эту творческую связь с Богом. Но Давид, он говорил, я бегу в Дом Божий. Я радуюсь об этом. Потому что он был творческий человек. Аллилуйя. И Бог говорит, он муж по моему сердцу. Понимаете, творческие люди, они по сердцу Бога. Потому что творческие люди ищут, как исполнять. Исполнять. Знаете, слово на что похоже исполнять? Играть, да? Исполнять произведение какое-то. Он говорит, исполнит все мои желания. Он сыграет мою партию. Он сыграет так, как мне понравится. Аллилуйя. Поэтому то, что враг обманывает, многие говорят, ты не творческий человек. О, ты технарь, ты зубарь, там ты еще кто-то. Нет. Во всем, во всем должно быть творчество. И всякое творчество должно прославлять Творца. Аминь. Не творчество ради творчества, а творчество ради Бога. Творчество ради прославления Господа. Аминь. Поэтому он говорит, ты увидел. Он увидел по-другому. Этот город, он увидел по-новому. Поэтому как ты увидишь свой город по-новому? Как ты увидишь людей в городе по-новому? Как ты увидишь свою ячейку по-новому? Своё служение по-новому? И он говорит, что как? Это сходило от Бога. Это сходило с небес. И это было приготовлено. Аминь. Это божественное творчество. Вот что Бог хочет высвободить. Чтобы каждый из нас, он был творческим, божьим человеком. Да, божий человек – это творческий человек. Потому что Бог – творец. Но вы знаете, что всегда для нас трудно? Для нас трудно всегда это стереотипы. Мы привыкаем к чему-то одному, и нам так трудно перестроиться к новому. Поэтому, когда люди приходят в церковь, им, конечно, обычно говорят, что ты был грешником, теперь ты праведник, теперь ты святой, теперь ты живёшь другой жизнью, ты ничего не делаешь, что делал раньше. И кто-то думает, да, теперь что же я тогда буду делать? Потому что вся моя жизнь состояла из чего-то другого, а я пришёл к Богу, теперь я не знаю, что мне делать. Потому что то всё называется грехом, а что же мне сейчас делать? И многие поэтому не торопятся прийти к Богу. Они не хотят оставлять свою, так называемую, в кавычках, интересную жизнь. Потому что им кажется, что здесь им только одно – бить поклоны, и посты, или там ещё что-то. Но вы знаете, Бог хочет открыться по-новому. Аминь. Я вижу, как многие люди уже подзасохли. Почему? Потому что вам нужны новые откровения от Бога. Вам нужно по-новому встретиться с Богом, вам нужно по-новому пережить Бога. Аминь. Вот это есть освежение, вот это есть творчество. Когда ты не просто там три притопа, два прихлопа, и всё, ты всегда так делал, говорит, и Бог приходил. А сейчас не приходит. Знаете, было даже целое движение, у Пятидесятников прыгуны называлось. Неплохо, когда холодно, да? И вот прыгуны, кто-то, видать, откровение получил. Когда он прыгал, то Дух Святой сходил. И вот они прыгают, 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 пока Дух Святой не сойдёт. А если он не сойдёт, сколько прыгать надо? Вот так прыгуны появились. Там трясуны ещё были. Кого-то тряханул, он говорит, ну вот, нормально, работает. Сейчас буду трястись, пока опять не заработает. Знаете, мы создаём себе определённые стереотипы, клише такое, да? Такие определённые канавы, в которых мы хотим сидеть. Но Бог-то говорит, я творю по-новому. Да, вчера ты прыгал, я сошёл на тебя. А сегодня я хочу, может, чтобы ты ползал. Это удивительно, но Бог не хочет, чтобы ты зависел от чего? От прыжков, от ползания, от хлопков, от чего? А чтобы ты от Него зависел. Тогда проявляется Божий путь. Тогда, говорит, я творю. Потому что я творю всё новое. И ты понимаешь, что без Бога ты ничего не сможешь сделать. Ты не на себя уповаешь, не на свои прыжки, хлопки или ещё. Ты слушаешь Бога, ты доверяешь Ему, ты ищешь Его. И в этой атмосфере Бог начинает открываться и говорить тебе, как Он хочет, как Он это видит. Аллилуйя! Поэтому, друзья, написано. Но как написано? Мы всегда хотим взять какие-то шаблоны, стандарты, стереотипы, что Бог приготовил любящим Его. Не приходило. А нам Бог открыл это Духом Своим. Откуда приходит творчество? Божественное творчество приходит от Духа Святого. Аминь. А нам это Бог открыл. Открыл, открыл, открыл. То, что было закрыто, то, что ты не видел, то, что у тебя не работало. А нам, говорит, это Бог открыл. Поэтому Бог, знаете, Он не хочет, чтобы ты был человеком бездеятельным. Чтобы ты просто копировал кого-то, чего-то. Он говорит, нет. Он говорит, проси, ищи, стучи. Аминь. То есть, что Он говорит? Чтобы в тебе развивалось творчество. Чтобы ты развивался, чтобы ты рос. Представляете, когда мы к чему-то одному привыкаем, мы тогда уже Бога не ищем. Поэтому многим нужно освежить свои встречи с Богом. Освежить эти откровения. Освежить свою веру. Освежить свое посвящение. Аминь. Освежить свои мечты. Освежить то, что Бог, может быть, показывал в тебя, вкладывал в тебя, но ты где-то остановился на каком-то пути и дальше не пошел. Продолжай, Бог говорит. Продолжай, потому что Он приготовил, что тебе это даже не приходило на ум. Аллелуя. Как, думаете, приходят изобретения? Они так же и приходят. Никто не знал, как микрофон появился. Как там лампочка. Как там то. Как там это. Кто об этом знал? Никто об этом не знал. Бог об этом знал. Поэтому Бог говорит, не ограничивай себя старым, не ограничивай себя прошлым, не ограничивай себя даже своим жизненным опытом. Говорит, что у меня такого никогда не было. Говорит, да. У тебя такого не было, а будет. Потому что я новое творю. Вы помните все истории, когда Бог вывел израильтян из Египта? Но Египет не вышел из них. Понимаете? Они сменили место жительства. Они жили в Египте. Потом они ушли из Египта. А Египет от них и остался. Старое очень сильно имеет власть над людьми. Старое очень сильно держит людей. И даже если они поменяли место жительства, они говорили, что они изменились. И они настолько были под властью вот этого старого, что они так и не вошли в то новое, что Бог приготовил. Понимаете, как может быть, какая трагедия, может быть, тебя вывели из плена, а ты остался в плену того старого, из которого тебя освободили. Поэтому многие верующие, они как бы свободны. Юридически они свободны. Но практически они стаются рабами. Потому что раб, он не имеет свободы, да? Он не имеет творчества, он не имеет развития. Он находится только в каком-то состоянии, что ему сказали, то он и делает. Но Бог говорит, я даю вам свободу. Аллилуйя! Где Дух Господень, там есть свобода. Для чего это свобода, друзья? На ушах стоять, что ли? Свобода, чтобы исполнять волю Божью. Аминь. Свобода, чтобы творить, чтобы прославлять Бога. Как? А Бог тебе покажет, как. Ты понимаешь, люди всегда ждут конкретных. А вы мне скажите конкретно, пастор. А вы мне то конкретно скажите. Знаете, мы хотим, чтобы в нашу жизнь говорили все нам, как надо делать. Но знаете, Бог тогда говорит, ты никогда не вырастешь. Пока ты маленький, да, я тебе говорю, я тебя учу, да, как наши дети. Но потом приходит момент, когда Бог говорит, ты должен сам искать. Ты должен сам получать. Ты должен сам расти. И вот эта проблема, она не только в церкви, друзья. Потому что в церкви многие люди, они вот такие вот их посадили здесь, он будет сидеть. Я говорю, ну ты что сидишь, уже встать надо было, пойти. А что, мне не сказали вставать, я так и сидел в послушании, 10 лет, на 2 месяца, ничего не происходит. Знаете, я читал исследования о нашем бизнесе, вот российском. И там приводились методы, всякие разные мотивации людей. Что на Западе мотивирует людей. Карьерный рост, финансовое развитие. У нас, говорит, ничего не работает. Как их мотивировать? Даже за морковкой осел идет. Говорит, вот не работает. Как мотивировать наших людей? Ничего не хотят. Вот они рабы такие. Мы не рабы, рабы не мы. Но сами точные рабы. Потому что они развиваются, не совершенствуются, не растут. И эта проблема, понимаете, она государственного масштаба. И если в церкви мы не изменимся, друзья, мы так и будем вот эти египтянами. Из Египта-то вышли. А Египет так и сидит в нас. И мы так и не войдем в обитованную землю. Понимаете? В творческую землю. Где молоко и мед. Это же не то, что там сгущенка текла и все. Это прообраз творчества. Аминь. Это прообраз благословения в новой земле. Новое благословение. Новое развитие. Кто заставит тебя быть творческим? Знаете, нельзя заставить человека любить. И нельзя его заставить быть творческим. Это твое желание должно быть. Церковь, она будет расти, она будет умножаться, когда в нас появится желание к творчеству. Не просто провести ячейку там, как 10 лет назад. Не просто сделать то, как всегда делали. Понимаете, как всегда. Оно когда-то это работало. Как вот тот пастор, 7 раз прыгнул, помогло. Но Бог говорит, я хочу, чтобы вы искали меня. Чтобы вы по-другому встречались со мной. Чтобы вы росли. Чтобы вы развивались. Ну как это так возможно? Это возможно, друзья, если ты будешь вместе с Богом. Поэтому у многих ничего не растет, не развивается. Они творчески не работают в этом направлении. Творчество, оно вдохновляет человека. Оно радует человека. Оно привлекает человека. Правда? Бог говорит, мои мысли, они не как у всех людей. И мои пути не как у всех людей. Если у тебя нет мечты от Бога, если у тебя нет воображения, ты этого не видишь, ты уже погибаешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин